Здравствуйте дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Секреты Outlook. Сегодня мы с вами поговорим о поиске. Итак, поиск в Outlook. Поиском все мы пользуемся, поиск всем нам необходим. Нам хочется, чтобы Outlook находил нам качественно, искал нам то, что нам нужно, и результаты нас удовлетворяли. Давайте же посмотрим, что можно сделать с поиском, какие есть секреты улучшения и какие есть маленькие хитрости, для того, чтобы наш поиск был удобным и приносил нам больше нужных результатов. Для начала перейдем в настройки и посмотрим наши учетные записи. Вот у меня их несколько, у вас может быть тоже. Здесь важно проверить, что у вас активирован режим кэширования Exchange. Здесь вот галочка должна стоять. У меня сейчас такая настройка, что она стоит по умолчанию и нельзя снять. Но в вашей программе Outlook галочка должна стоять, и если она не стоит, поставьте ее. Это нужно для того, чтобы файл почтового ящика, то есть копия локального почтового ящика, хранилась у вас локально, а именно на компьютере. Вот здесь на закладке дополнительно можно посмотреть, где же этот файл лежит. Это локальная копия вашего почтового ящика, а именно файл .ost. Еще это видно здесь на закладке «Файлы данных». Здесь видны все файлы .ost с их расположением. Можно выбрать какой-то .ost файл и посмотреть, где же он лежит на компьютере. Вот они все тут лежат. Почему это лучше? Потому что файл данных с почтой, хранимый локально на диске, позволяет себя индексировать, и все элементы почты находятся быстрее, чем если он располагается онлайн на каком-то сервере. Поэтому проверьте, что режим кэширования установлен. Еще раз посмотрите вот эту галочку. Итак, режим кэширования установлен. Что еще нужно заранее проверить, прежде чем приступать к секретам поиска? Все это, конечно же, тоже секреты, но давайте проверим настройки самого поиска. Мы заходим в файл, параметры. Здесь есть раздел «Поиск». В нем нужно обязательно проверить необходимые настройки. А самое главное – это параметры индексирования. То есть можно увидеть, что проиндексировано сколько-то элементов, и факт индексирования завершен. То есть работа по индексированию завершена. Здесь же можно, если очень хочется, проверить какие-то дополнительные настройки, посмотреть, что у вас индексируется. Например, если на диске C у вас или на каких-то локальных дисках лежат еще файлы почтовые, которые не подключены к Outlook или подключены, но не индексируются, здесь их можно выбрать и поставить напротив них галочку. Также, если вы нажмете «Дополнительно», то можно увидеть, что есть такая функция «Устранение неполадок». И здесь можно удалить «Перестроить индекс» и нажать «Перестроить», например, и тогда индекс будет перестроен, и качество вашего поиска в этом смысле после этой перестройки может быть улучшено. Здесь в других настройках обязательно посмотрите, как вы хотите видеть результаты только из текущей папки, только из текущего почтового ящика или из всех почтовых ящиков, которые у вас подключены. Выберите нужные вам параметры. Есть одна очень важная галочка «Ускорять поиск за счет сокращения числа показываемых результатов». Я ее обычно ставлю, но если вы не получаете тех результатов, которые ожидаетесь, снимите эту галочку и, возможно, вы получите те результаты, которых не видите без нее. В моем опыте такого не было, но как-то просто не нужно было. Здесь можно изменить цвет выделения результатов, которые подсвечиваются, ну и вот еще другие опции, касающиеся уведомлений и прочего. Все, здесь мы все сделали. Давайте приступим непосредственно к поиску. Вот у меня есть основной ящик Mail.ru и еще есть две учетные записи Outlook.com на эксченже. Я, например, хочу что-то найти в ящике. Например, мне интересует ключевое слово «Дзен». Я ставлю курсор в поле поиска и пишу «Дзен», желательно по-русски. Я вижу, что происходит поиск и сразу мне выдаются результаты, в которых есть это ключевое слово и оно подсвечено. Вот поддержка «Дзена» со мной общается. Но мне не интересно вот эти вот огромное количество результатов. Я хочу расширить поиск. То есть я хочу получить результаты поиска по письмам от какого-то конкретного человека. Вы можете заметить, что если мы ставим курсор в поле поиска, вот сюда, то панель преобразуется в поиск и здесь появляются дополнительные кнопки. Например, «От». Вот, например, я знаю, что мне писала какая-то Наталья. Ну-ка, переключимся и наберем имя Наталья. Вот теперь у меня два условия. Ключевое слово «Дзен» и «От Наталья». Вот как это Наталья Юш написала мне. Я сейчас вижу все письма от нее. Отлично, мне кажется, все получилось. Таким образом, вот здесь вот, можно, оперируя вот этими кнопками, да, сужать ваш поиск. Например, все письма, которые имеют вложения. Вот этой Натальи по поводу «Дзен». Вот видите, присланы вложения мне. То есть, вот эти кнопки, которые здесь, нужно ими пользоваться, они позволяют повысить результаты. Да, вот что важно. Если вы перейдете в папку «Отправленные» и поставите курсор в поле поиска, то вы увидите, что кнопки на панели поиска изменились в свое состояние. Например, вот кнопка здесь стала «Кому». То есть, это более подходит для папки «Отправленные». Грамотно пользуйтесь вот этими вот полями, и результаты ваши будут лучше. То есть, при переходе в папку «Отправленные» кнопки меняются на более логичные для этой папки. Можно использовать вот здесь опции, где искать во всех элементах Outlook. А может быть, нужный элемент был в календаре где-то, где в текущем ящике или во всех ящиках искать в текущей папке во вложенных. Ну, то есть, вы сами видите, как эти кнопки называются, поэтому можете этим пользоваться. Что здесь еще очень интересно и какой именно секрет есть, который почему-то не все знают. Вот если вы поставите курсор сюда, то здесь есть плюсик такой, да? И через этот плюсик можно добавлять поля для поиска, которые можно потом заполнять удобным образом, которые здесь останутся. Например, вот поле «От» я хочу, чтобы здесь было, чтобы здесь было вложение, чтобы здесь было, например, «Кому». Да, вот я чаще всего так еще. И в данном случае я смогу удобно пользоваться вот этими вот полями, не переходя больше никуда. То есть, в данном случае эти поля вот здесь остались, и я могу пользоваться ими для того, чтобы удобно выбирать условия поиска. И вот здесь, если я нажму «Поиск», то он произведет поиск. Вот, и выдал те результаты, которые мы раньше видели. То есть, вот здесь можно надобавлять полей тех, которые вам нужны. И очень интересно, что почему-то не все об этом знают. То есть, даже можно размер сообщения добавить. Если вам это становится вдруг ненужным, да? Вот эти, вообще-то говоря, эти поля скрываются, когда вы переходите просто в работу с почтой и появляются, когда вы ставите туда курсор. Если они вам становятся ненужны, вы можете их крестиками отсюда все убрать. Что еще тут интересного есть? Какой еще есть секрет? Сразу на главной панели есть фильтр почты. Фильтр почты может также вам помочь. Никуда ходить не надо. Вы можете сразу просто отфильтровать все письма, у которых есть вложения, да, увидеть. Кстати, переходит сразу на панель поиска, да? Вы можете этим фильтром получить письма с какой-то категорией. Вы можете получить этим фильтром что-нибудь еще, что только захотите. Он здесь вот рядом сразу находится. При этом можно нажать кнопку «Другие фильтры» и тогда вы попадаете в поле поиска. То есть, он вас перебрасывает на стандартное поле поиска, где можно уже оперировать так, как мы его уже поняли. Здесь есть история поиска. Можно ей пользоваться, если вы недавно искали что-то. Он это повторит. Ну и средство поиска позволяет вам перейти в те настройки, в которых мы были раньше, проверить состояние индексирования. Да, вот он показывает, что индексирование завершено. Расположение узнать какие. Расширенным поиском пользоваться. Это для продвинутых. Но тоже можно. Об этом мы чуть позже поговорим здесь. Давайте перейдем к следующей очень интересной теме, очень интересному секрету, который касается сортировки писем. Поскольку сортировка писем, она тоже позволяет находить их достаточно быстро. Вот если мы щелкнем в поле вот этих кирпичиков, чтобы они появились, если вдруг у вас вот такое отображение, нужно растянуть, чтобы появились кирпичики. Вот эти вот поля. Правой кнопкой, если щелкнем, мы здесь увидим упорядочить по. И здесь есть такой пункт показывать как беседы. Например, всех почтовых ящиков. В этом случае, та переписка, которая у вас шла по какой-либо теме, будет свернута и показана как беседы. Тогда можно будет легко найти ответы на какие-то ваши письма в той же цепочке бесед. К сожалению, вот у меня нет такого сейчас варианта показывать как... А, нет, есть. Вот смотрите, видите, здесь есть вот беседа у меня с Neptune Sale. Еще с кем-то есть беседа. Вот, и тут видны вот мои ответы, и есть какие-то вот ответы моих адресатов. Поэтому вот используйте вот это вот интересное отображение, показывать как беседы. Я сейчас его выключу, но оно очень классное. Также хочу отметить такую вещь. Для того, чтобы найти сообщение по какой-либо теме, если вы точно знаете по какой теме была переписка, но у вас, например, есть какое-то одно из последних сообщений в этой переписке, вы можете щелкнуть правой кнопкой и выбрать здесь «Найти связанные сообщения в этой беседе». Он вам покажет все сообщения, которые содержат такую же тему письма или примерно такую же, и определенным образом их подсветит. То есть, таким образом можно найти элементы, которые касаются определенной беседы, ну, то есть, определенной переписки, да, в каком-то вопросу. Еще раз, как это сделать? Нужно нажать «Найти связанные сообщения в этой беседе». Если у вас есть какой-то адресат, от которого вы хотите найти сообщение и видите, что вот тут есть кто-то, да, Microsoft Outlook, в данном случае найти связанные сообщения «От». Тогда мне будут показаны все сообщения от Microsoft Outlook на данный момент. Переходим к следующему секрету. Следующий секрет, которым тоже мало кто пользуется, называется «Папки поиска». Папки поиска позволяют группировать сообщения по определенному признаку в специальных смарт-папках, так называемых «умных» папках. То есть, вот у меня эти есть папки поиска, они сейчас пустые, но я могу здесь нажать правую кнопку и создать папку поиска. Например, я хочу в этой папке поиска, в этой смарт-папке, иметь сообщения, которые касаются переписки с кем-то конкретным, с указанными адресатами. Например, там какой-нибудь мой начальник или какой-то партнер или кто-то еще. Вот, например, я вот хочу выбрать, не знаю, там все сообщения от Василия Пупкина. И вот здесь есть такая кнопочка, появляется «От» или «Кому». Мы нажимаем «Ок» и он здесь вот еще спрашивает, в каком, собственно, ящике искать эти письма. Ну, я сейчас не уверен, предположу, что вот в этом. Соответственно, он в этой папке, в этом ящике смарт-папку эту и создал. Вот, видите, здесь у меня есть смарт-папка, такая папка поиска, которая касается переписки с Василием Пупкиным. Он сразу мне показал, что какое-то вот письмо ему было отправлено среди прочих. Если нажать правой кнопкой на эту папку, то можно ее настроить, то есть поменять какие-то условия, либо можно ее удалить, да, если она вам не нравится или неправильно как-то отработала, удалить папку и настроить потом эту папку заново для переписки или какого-то другого признака, касающегося другого адресата или еще каких-то других условий, которые, как вы понимаете, тут много. Давайте еще раз посмотрим. Значит, можно непрочтенные письма здесь иметь, письма, помеченные к исполнению, важные, переписка с адресатами от указанных каких-то адресатов, чтобы Outlook сам вам сортировал по категориям, большие, старые. Вот интересно, давайте большие, мне интересно. Давайте выберем размер какой-нибудь там, не знаю, давайте больше 1000 килобайт. Ну-ка, что из этого выйдет вот в моем основном ящике? Outlook шерстит наш OST-файл и показывает все письма, которые размером... Вот отсортируем по размеру, соответственно, больше 1 мегабайта. Ну вот их довольно много, видите, от 1 мегабайта до 65. На самом деле очень полезные вот эти вот папки поиска. Рекомендуется сделать их несколько, да, здесь вот можно добавить. Для этого нужно встать на папки поиска, сказать создать, и, например, не знаю, там, письма, содержащие заданные слова. Давайте выберем заданные слова, например, вот я вот знаю, что дзен, у меня много таких вот слов. Вот, добавить. Добавили. Теперь он мне в эту папку сейчас подтянет все письма, в которых есть слово дзен. Вот, 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 пошло, пошло, пошло. Видите, вот в любой момент я могу перейти из входящего в эту папку и заранее заданным поиском воспользоваться. Это очень и очень удобно. Ну и последний секрет, о котором я хочу вам рассказать, это просто поиск людей. То есть, есть поиск людей, это же тоже поиск. То есть, это такая вот интересная вот поле есть, поиск людей. Он ищет адреса в адресной книге по ключевому слову, по фамилии или имени. Вот я просто набираю Пупкин, и он мне сразу показывает здесь Пупкина, да. Завалдайский набираю, и сразу он показывает мне Завалдайского, я могу тут же увидеть свойства его, написать ему или что-то такое вот сделать. Поэтому не пренебрегайте вот этим очень полезным полем поиск людей. Оно крайне классное. Пользуйтесь. Ну что же, вот все, что я хотел рассказать о секретах поиска. Наверняка я знаю не все. Если у вас есть что добавить, напишите в комментариях, очень интересно узнать ваши секреты. Задавайте вопросы. Может быть, какие-то у вас созрели соображения, которыми вы хотите поделиться. Обязательно на них отвечу. Всего вам доброго. До свидания. Комментируйте, подписывайтесь, поделитесь с друзьями, чтобы они были в курсе. Повышайте свою продуктивность в работе в Салклуб. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok